Приветствую друзей и гостей канала Серебромания. Сегодня мы поговорим про серебро и золото. Я расскажу и порадую подписчиков нашего канала хорошими новостями. Вы наверное уже видели и знаете, что за последний месяц цены на серебро и золото резко подымались. Посмотрите на график роста и это для тех, кто инвестировал в серебряные монеты, очень хорошие новости. Различные центробанки мира начали скупать золото в больших объемах. Цены серебра в пятницу 17 мая превысили 31 доллар золонцию впервые за последние 10 лет на фоне высокого спроса. В этом году серебро взлетело более чем на четверть, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных серебро товаров года. Тем не менее, по сравнению с золотом серебро все еще очень дешевое. Цена золота в конце апреля этого года составила 2285 долларов 90 центов, что на 2,4% выше чем в предыдущем месяце. Цена на серебро также завершила прошлый месяц на отметке 26 долларов 30 центов, что на 5% выше чем в предыдущем месяце. Я описал этот выпуск в воскресенье вечером 19 мая и сейчас возможно золото и серебро еще выше по цене. Цены же в середине мая 17 мая тоже подскочили и значительно. Сейчас золото стоит 2416 долларов и 66 центов, что на 5,6% выше чем в предыдущем месяце апреля. Сейчас серебро стоит 31 доллар и 50 центов, что на 20 процентов выше чем в предыдущем месяце апреля. Дальше я расскажу интересную информацию и расскажу почему я думаю, что цена серебра сейчас сильно занижена. Соотношение содержания природных для добычи запасов серебра и золота в земной Корее составляет 1 к 15. Со времен Древнего Рима в обмен на одну золотую монету можно было получить 15-16 серебряных монет. На сегодня соотношение золота и серебро составляет за одну золотую монету 79 серебряных монет. Но такая диспропорция цен и запасов не может продолжаться вечно, так как серебро, в отличие от золота, активно потребляется промышленностью, например, для изготовления солнечных панелей, плоских экранов, как катализатор для изготовления полимеров, компьютеров, в телефонах и так далее. Самые важные покупатели золота на сегодня не США и не Европа. Это Китай. Китайские центробанки, китайское население потребляет более двух третей общего годового производства золота. Эта страна новый главный покупатель. Цена на золото определяется именно в Китае. Китайские частные инвесторы продолжают вкладывать в золото. Среди инвесторов популярны такие выражения. Инвестиции в золото это Mercedes, а инвестиции в серебро это Ferrari. Если ждешь рост золота, покупай серебро. Если ждешь падения золота, покупай доллары. Серебро, которое используется в ювелирных изделиях, электронике, электромобилях, солнечных батареях. И в качестве инвестиций уже четвертый год испытывает структурный дефицит на рынке физических металлов. Серебро имеет почти 100% коэффициент отражения света. Производство серебра на данный момент уже находится в дефиците. То есть промышленный и инвестиционный спрос на серебро уже превышает годовой объем добычи. Давайте теперь подытожим. Я рекомендую пока еще по реальной цене можно купить физическое золото или серебро покупать. У меня на канале часто распродажи монет и недавно была распродажа. Не пропускайте возможность купить физические монеты по хорошим ценам у нас. Что вы думаете по поводу роста серебра и золота? Оставляйте пожалуйста в комментариях свои мысли и идеи. Надеюсь экстренный выпуск вам понравился. Ставьте лайки, оставляйте сообщения и кто не подписан обязательно подпишитесь на наш канал Серебромания. И не забывайте, что у нас кроме YouTube канала есть еще Telegram канал с таким же названием Серебромания. Субтитры сделал DimaTorzok